Сегодня поговорим о том, что сделано в Тегисеппе, какие есть проблемы и как мы эти проблемы будем решать в ближайшие годы. Тем более, что сегодня у нас две важные встречи. Первая встреча, она такая торжественная, закладка нового производства, что особенно на экономическом и политическом фоне сегодня знаково. Строительство нового производства АМИАКа, причем с большими инвестициями. И это производство подняет за собой еще потом развитие химической промышленности, как в районе порта услуга, так и в промзоне просварит. А вторая встреча, мы сегодня в Искуде с главой района и с моей командой будем встречаться с новым начальником российских железных дорог, президентом акционерного общества российской железной дороги Белозеровым. И будем также поднимать темы по развитию и грузовых, и пассажирских перевозок, как в Ленинградской области, так и в частности в Кингисевском районе, в том числе о вопросах безопасности. Для нас сегодня очень острый тема строительственных биотоков, пешеходных переходов по всей Ленинградской области, в связи с тем, что практически за последние 10 лет в два раза возросла интенсивность движения поездов по Ленинградской области, как скоростных, это Аллегра и Сапсан, так и грузовых. С учетом того, что все больше и больше грузов мы перерабатываем и отправляем на экспорт и принимаем на импорт на территории Ленинградской области. Поэтому очень многие города Ленинградской области, и Тосная, и Любань, и Волосово, и Кингисево, и Гачино, как пешеходных, так и автомобильных биотоков, это тоже тема наша совместная. Мы, например, этот вопрос сумели решить по Выборгскому району, схема достаточно простая, железная дорога, в связи с тем, что ее территория проектирует и соучаствует в финансировании строительственных биотоков, а мы с федеральным бюджетом также выделяем пропорционально в равных долях деньги на строительство биотоков и пешеходных переходов. Бюджет Кингисевского района 2015 года по расходам 2,2 миллиарда рублей. Я думаю, что бюджет будет выполнен в полном объеме, ну, по крайней мере, наша часть в размере 1,4 миллиарда рублей, то есть практически чуть больше половины мы субсидируем из областного бюджета, мы свою часть выполним в полном объеме, и вообще у нас в этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и все, что происходит вокруг, включая наших соседей, ситуация более стабильная, и мы закончим год с пропорционным областным бюджетом. Этот бюджет мы будем использовать на программу экономического и социального развития Ленинградской области на 2016-2018 годах. Если говорить о наших планах по Кингисевскому району, я не буду говорить про экономику, здесь нам все понятно и очень хорошая у нас перспектива, и, возможно, если у нас завершатся все необходимые подготовительные работы успешно, Кингисев вообще будет одним из лидеров России, по инвестициям, потому что только завод по сжижению газа, который будет строить «Газпром», если суммируют две очереди, общий объем инвестиций 12 миллиардов долларов США. Это огромные инвестиции для Ленинградской области, для России, и поэтому это будет строить гораздо мощнее, чем та же атомная станция «Два» или «Кириши» и «Эптероксидос», или стройка, которая была в 60-м году посварить. Это совершенно другая по объему строительства будет площадка. Самое главное, что это высокотехнологическая площадка. При таком огромном объеме инвестиций работающих будет меньше 500 человек. То есть это в основном все современные технологии, в том числе современные компьютерные и мультимедийные технологии. Мы с вами уже говорим третий год, это взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Мы третий год не меняем цифру, она у нас 5 рублей 55 копеек, и принято решение правительства Ленинградской области. Мы сохраняем эту цифру и на 2016 год, то есть мы ее не увеличили. А для того, чтобы компенсировать потери, мы дополнительно 320 миллионов выделяем из областного бюджета. Но тем не менее люди продолжают задавать вопросы. Для чего эта программа, почему в Петербурге стоит от 2 до 4 рублей, в зависимости от этажности, а вот у нас 5,55. Я прошу, чтобы вы помогали объяснять. Ну, во-первых, если взять с северо-запад, то мы на втором месте по размеру плата, снизу после Петербурга. У всех остальных субъектов она гораздо выше. Если взять Россию, то мы первые десятки, снизу по размеру плата, это первое. Второе, эти деньги никто никуда не расставит, потому что все боятся, что управляющие компании или как иные там фонды, которые имеют деньги на счетах, потом деньги вдруг пропадают. Мы деньги содержим на спецсчетах Банка России, и эти деньги запрещено использовать, и банк их не выдает на иные цели, кроме как капитальный ремонт и топовый итогов проведения торговли. То есть даже на подготовку проектно-спектной документации, даже на наложение оператора, это управляющий оператор фонда капитального ремонта, эти деньги не тратятся. Например, фонды капитального ремонта, зарплату на главные расходы, транспорт, арендные помещения, это все оплачивает бюджет Ленинградской области. Мы с вами начинаем капитальный ремонт по Кенгисепскому району. К сожалению, Кенгисепский район пока по сравнению с другими районами и городами Ленинградской области проигрывает. То есть всего в Кенгисеппе запланировано до конца года отремонтировать 10 домов по программе многоквартирного, капитальный ремонт многоквартирных домов и заменить 6 лифтов. Конечно, это сумма небольшая, общая сумма финансирования чуть больше 100 миллионов рублей. Это ниже, ниже, чем вы собираете гораздо, но у нас есть города, где мы, например, проводим капитальный ремонт на сумму в два раза превышающую, чем они собрали. Тоже Сертово, Пикалево, Макседогорск, там капитальный ремонт в полтора-два раза больше, чем они собирают деньги. Там более серьезное состояние жилого фонда. Мы находили Кенгисеппское шоссе, Пластырово, Гагарина, Пустомерши, это большая Пустомерша, дом 2, Мальюлова, дом 1. Но надеюсь, что в полном объекте капитальный ремонт будет выпал. У нас с вами работает программа, опять-таки, меньше, чем в других районах Ленинградской области. Это расселение метков аварийного жилья. На самом деле, для нас это очень серьезная программа, я ее лично контролирую. По этой программе до конца 2017 года, начиная с 2012 года, будет расселена или получена новая квартира 12,5 тысяч семей в Кулинградской области. Общий объем программы 7,5 миллиардов рублей. В Кенгисеппском районе и ситуация была получше с аварийным жильем, и, к сожалению, и администрация не очень эффективно поработала. И на 1 января 2012 года было поставлено на капитальный ремонт не так много домов. 7 аварийных домов в Кулангороде и дом введен в эксплуатацию, будут выданы в ближайшее время ключи. Общий объем 100 миллионов мы потратили, половина – это Ленинградская область, 11 миллионов – местный бюджет, основной – фонд реформирования ЖКХ. И также мы еще расселили три аварийных дома в Аполлевском поселении, и в 2016 году расселим один аварийный дом в Кузенкинском поселении. И по программе все. Хотя уже сегодня мы видим, что есть документы о признании 10 аварийных домов в Большеводском, Услужском, Пустомирском сельском поселении. Я думаю, что если хорошо комиссия поработает, что появятся еще аварийные дома в других поселениях и в городе, надо все это готовить. Возьмите водички. Надо все это готовить до середины 2016 года. В этом году 23 гражданина уже включены в получение жилья. В 2014 году 15 многодетных семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В настоящее время 12 молодых семей реализовали свидетельство на общую сумму почти 25 миллионов рублей. Активно участвуют у нас молодые семьи в получении субсидий. И у нас в 2014 году 19 человек, 19 семей получили субсидии. В этом плюс еще 10 молодых семей получили субсидии по программе жилища. В этом году у нас уже такое же количество молодых семей получили. И в целом общая сумма, которую мы по Кингисепу за 2 года тратим, это более 200 миллионов рублей. Это тоже такая хорошая помощь на улучшение жилищных условий. Но для нас даже более серьезная программа, которую мы вместе с Кингисепом, рядом других городов, мы работаем, это строительство арендного жилья. А эта задача какова? За счет арендного жилья решить проблему прежде всего с обеспечениями специалистов в бюджетной сфере, прежде всего в сфере здравоохранения. Мы в этом уже году выделили 75 миллионов на покупку квартир врача, но видим, что это все равно кардинально проблему не решает, потому что у нас сегодня в среднем по Ленинградской области комплектуность врачей 65%. То есть третье врачей нам необходимо привлечь в Ленинградскую область. Только сегодня зарплаты, хотя средняя зарплата уже достойная, сколько нужно еще и дать жилье для того, чтобы молодые семьи, врачи других регионов к нам приезжают. И вот здесь как раз программа арендного жилья, где мы хотим привлечь в средства федерального бюджета 1,5 миллиарда, но, к сожалению, нужно в одну треть выделить средства областного бюджета. Но в этом случае мы вернемся к старой, забытой советской программе, когда молодые и немолодые специалисты получают в аренду жилье, это жилье без права приватизации, они в этом жилье живут, а дальше мы через социальные программы поэтапно, постепенно, в течение 10-15 лет даем им уже собственное жилье по программе. Но мы быстро решаем проблему, быстро достаточно решаем проблему наполнения социальными специалистами, прежде всего врачами. А всего по состоянию на первое, для правдавной на 1 июля, всего представлено с нарастающим итогом 523 земельных участков, в том числе 188 многодетным семьям. Но нужно понимать, что мы приняли закон о обеспечении качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, и там есть раздел решения вопросов местного значения по созданию инженерной транспортной инфраструктуры на землях, представленных по 105 закону. Мы третий год выделяем по 150 миллионам, для того, чтобы за счет этих денег можно было сделать проектирование инженерных сетей, затем за эти же деньги, но в этих же суммах мы уже после проекта, когда он проходит экспертизу, выделяем деньги на уже строительство инженерных сетей, дорог. В инженерных сетях у нас в основном это газ, если есть возможность, это электричество, и вода адресная по Кингисевскому району. Я вначале хотел ее зачитать всю, но она очень большая, можно там по-крупному что-то вспомнить, о чем-то напомнить. У нас, вы знаете, за этот период, три года была построена новая школа услуги, причем одна из лучших сегодняшних школ, и одна из первых школ, где работает режим энергосбережения, в Куземкино, отремонтировали, очень долго просили, правда так, может быть, не в больших объемах, детская юношеская спортивная школа, в Куван-городе, в зал Дюшиша, в Куван-городе тоже были просьбы, одни из первых, которые ко мне поступили. Мы ремонтируем и продолжим ремонты, причем в больших объемах, Кингисевской ЦРБ имени Прохорова, не только в самом Кингисепе, но и, так сказать, отделение филиала по городу Кингисепов. Кингисепов мы, значит, приняли решение, была моя крайняя поездка в Уан-город, о том, что на следующий год в Уан-городе будем строить новый пищеблог при больнице, и капитально ремонтировать одно из зданий, затем уже, невероятно, каждый год по одному зданию в больничном городке будем ремонтировать. У нас физкультурно-оздоровительный комплекс Новоромского, мы, значит, его в этом году, да, Виктор Ильич, сдаем. У нас спортивные площадки построены, там Охолевская средняя школа, Кингисепская школа номер 5, Вестина, школа Вестина. Мы в этом году завершим строительство крытого катка, это будет, ну, Ледовый дворец, и 90% вероятности, пока называют 90%, вчера разговаривал Смутко, разговаривал Саранских, это наш депутат Госдумы, который вкратце курирует в спортивное направление, о том, что мы все-таки, ну, у нас получится привлечь софинансирование федерального бюджета на строительство бассейна, мы будем там же строить, в этом же месте бассейн, мы будем такое делать, современное спортивное ядро, и мы надеемся, что еще и частный бизнес, в том числе Еврохим, подключится к строительству плавательного бассейна. По просьбе Кингисепсов мы капитально ремонтируем автомологическое отделение Кингисепской больницы, мы построим, завершим в следующем году строительство новой здании, значит, медленарной инспекции, мы построим в течение следующего года, начнем в этом году, закончим в следующем году, две современные амбулатории, это в Котельском, и в Вистину у нас с вами строительство школы в 7-м микрорайоне, но мы все-таки, видимо, начало строительства перенесем на 17-й год, в связи с тем, что администрация Кингисепс активно нас, нас требует начать строительство школы в Кустомерже, и мне кажется, что, наверное, учитывая сегодняшнее состояние школы в Кустомерже, это важнее. Задачи большие, мы должны с вами освоить за 15-17 год более миллиарда рублей капитального вложения по Кингисепскому району. Честно скажу, не самый лучший показатель по Ленинградской области, чтобы вы тоже понимали, что, хотя вы самые родные мне, но отношение ко всем равно, есть даже районы, где у нас объемы капитального вложения в два раза превышают объемы капитального вложения Кингисепс, но у нас у нас крупные районы такие, как Севоложский район, Выборгский район, Гатчинский район, но строим мы сегодня везде. Мы сегодня так строим, что практически раз в три месяца мы какой-то большой объект сдаем. А если говорить, например, о спортивных площадках, вот этих пришкольных, мы их уже построили, на этой неделе мы будем открывать сотную спортивную площадку, и когда в 2012 году мы увидели, что по количеству спортивных сооружений на одного жителя мы находимся внизу, даже не то, что там российские язвы, а северо-запады, мы тогда приняли решение о том, что мы будем строить небольшие, недорогие, очень много спортивных площадок для того, чтобы быстро эту проблему решить. И вот практически за два с половиной года сто площадок, это очень хороший проект, но на конец года их будет больше. Каждая столица, городской области будет иметь определенный набор социальных, спортивных объектов, образовательных, культурных, здравоохранения, чистых сооружений, нормальных, благоустройства, парков, скверов, детских площадок и так далее. Вот мы примерно сейчас за образец берем Кириши, но мы должны доделать в Кириши несколько вещей. Это достроить в этом году Едовый дворец, достроить пешеходную зону, мы ее финансируем, парк доделать и построить стадион, большой, открытый стадион. И вот тогда Кириши более-менее будут соответствовать стандартам, то есть это полностью наличие того, что должно быть в каждом городе. Конечно, где-то у нас как-то не сел, нам не так много придется, так сказать, напрягаться, много благоустройствовать по внешним поработок и стадион, довести дома, то есть сделать современный, он сейчас и строится стадион. Бассейн уже есть, там все остальное тоже есть. Где-то как сланцы нам придется очень напряженно работать, хотя и там мы делаем очень много, и не зря в Кириши были столицы. На следующий год Ленинградской области серьезные вложения будем делать. Где-то нам предстоят большие реставрационные работы, как Старая Качина или Старый Выбор. Но это будет единый социальный стандарт. Как минимум это почта, это банковское отделение, это Дом культуры, это крытый спортивный комплекс, открытая спортивная площадка, это амбулатория, либо, значит, ПАП, это наличие, так сказать, центральной грубоустроенной площади, наличие парковой зоны и наличие, так называем, рыночной зоны. Вот это обязательно, значит, и полностью система сбора, утилизации экологии и освещения поселка, но там еще там целый набор уже не могут быть, это все будет оформлено законом Ленинградской области, одним социальным стандартом. Для того, чтобы любой житель Ленинградской области, тем более наш гость, приедет он в Славцах, в Порожье, либо в Кингисе, он будет видеть примерно одинаковую степень грубоустроенности, одинаковую степень возможности, так сказать, проживания, качества жизни. Во-первых, мы будем создавать условия, чтобы молодежь у нас оставалась, потому что при таком наборе объектов есть, где и поработать будут, и отдохнуть. А самое главное, мы действительно уравняем все города и все столицы поселений Ленинградской области, что является для меня с первого дня работы, с 2012 года основной задачей, не случайно, самая высокая бюджетная обеспеченность за три года на одного жителя, это в Порожье, Пикалево и Ладейном поле. В тот момент отставлен территорией, но мы больше всех не выделяли внимания. Пикалево сегодня, например, вообще уже нет протестных настроений, потому что есть и работа, и тепличный комбинат работает, деревообрабатывающий комбинат. Сейчас открываем швейную фабрику, то есть такие альтернативные производства, плюс, так сказать, спортивные объекты, социальные объекты и так далее. Второй закон, который мы примем, о едином стандарте качества жизни в Ленинградской области, или как мы его допустим, международный здрав, закон по борьбе с бедностью в Ленинградской области. Суть его очень простая. Мы в течение пяти лет выйдем на цифру, по которой любой житель Ленинградской области будет ребенок, взрослый, работающий, неработающий, инвалид, взрослый, пенсионер, тоже различных категорий, в том числе пенсионер с минимальной пенсией, будет получать доплату от государства, в данном случае государства, в лице бюджета Ленинградской области, доплату до потребительской корзины. То есть, вот если сегодня потребительская корзина, условно говоря, в порядке 10-11 тысяч рублей, вот мама одиночка, предположим, двое детей, получает 20 тысяч рублей, потребительская корзина 10 тысяч рублей, значит 10 тысяч рублей, вот должна быть доход на трех счет 30 тысяч рублей, вот 10 тысяч рублей ей будет доплачивать государство. Пенсионерство минимальной пенсии, сегодня минимальная пенсия, там 7-15 тысяч рублей, или 7-100, вот до 10 тысяч будет доплачивать государство в лице бюджетного происходства. Мы выстроим систему, где у нас, понятно, что не будут даже с такими деньгами люди жировать, но, по крайней мере, мы будем обеспечивать определенную социальную подушку безопасности для всех, без исключения жителей городской области. Мы, в отличие от других резких решений, которые предлагают делать опять революцию, чтобы бороться с богатыми и так далее, мы говорим так, нет, мы будем делать социальную революцию, чтобы бороться с бедными. Богатые пусть будут, пусть только платят налоги, здесь это отдельная система, отдельная программа, даже не хочу на ней останавливаться. Правительство приняло решение бедным областям помочь погасить долги. Нас, естественно, в этом списке нет, мы, наоборот, являемся донорами, то есть, в принципе, за счет нас это погашение долгов и происходит. Полятно, что времена такие, что те, кто посильнее, на тех, кто едут, но это отдельная тоже история, мы не будем останавливаться. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать при встрече. Наверное, самый главный посыл, который я хочу сказать всем, что в ближайшие 5 лет, для того, чтобы достичь и тех задач, которые я назвал по Медисевскому району, и в целом Полиградскому, особенно социальные стандарты, социальное качество жизни, придется всем очень много работы. Но я надеюсь, что вы к этому готовы. Я только могу гарантировать, что со всем, включая местную администрацию, буду за это строго спрашивать. Пожалуйста, вопросы. Давнишний, давнишний. Виртуальный зал и морг. Самый болезненный вопрос для нас, стариков. Еженедельно проводим и убираем. Стояло строительство морга в Кингисеппе на 16-й год. Я его покорочу. Объясню почему. Мы примерно определили те суммы, которые мы можем выделить на районе. И морг и ряд других объектов, которые еще просили интервью, в эту сумму не вписываются. Я скажу откровенно, давайте уберем, предположим, амбулаторию в Котельском и сделаем его. Но дополнительных денег не будет. Мы свели баланс по бюджету. Еще раз повторяю, цифра больше миллиарда на три года. Район мы не обидели. Больше вас только крупные районы. Но дополнительных объектов пока вот на 16-й год нет. 1 декабря на 2000-го года присутствовали при рождении ансамбля офицеров. 1 декабря мы проводим свой токрессивный решет. Я прошу вас выйти на этом. Очень-очень большая сумма, выделенная под ребятами законом. Естественно, выделены земли. Но, к сожалению, качество того, что там теперь делать, мы не знаем. Как просто туда пройти мы можем. Ничего нет. Местами это просто лес. Просто лес. Там нет ничего. Местами заболоченная местность. Скажем так, да, нужно делать дренаж. В частности непосредственно Альфовка. Ну, вы знаете, да, вот микрорайон Южный, район Альфовка. Там всего 17 участков. Ну, на нашем, да, вот, непосредственно при нашем участии было получено. Мы очень благодарны, конечно, администрации за то, что они выделены на эти участки. Дают нас возможность, но, к сожалению, мы ограничены по сроку Альфовки данного земли. Вы понимаете, нам нужно всего 5 лет. В дальнейшем возможно продление до 10. Но, на какие-то семьи не столько богатые, чтобы заушить короткий срок, чтобы у нас какое-то огромное жилье. Тем более, где с коммуникацией. Нам туда просто, элементарно, не поедет никак. Никакой дороги нет. Мы обращаемся с администрацией, я не скрою, администрация в курсе всех этих вопросов. Нет денег, Александр Южный. В бюджете Преградской области в этом году заложено 150 миллионов на создание инженерной инфраструктуры, на участках, выделяемых по 105-му закону. Как правило, как это должно быть? Местная администрация должна сделать проект. Например, проект миллиарации, проект строительства дороги. Этот проект должен пройти экспертизу, и она должна его нам в виде заявки. Вот здесь присутствует Миколаевич в Москве, вице-губернатор по строительству, он курирует это направление. Должны в комитет по строительству подать заявку на выделение средств на строительство дороги и миллиардации. И там, где эти проекты есть, мы никому еще не отказали. Более того, я уже публично сказал, что в этом году 150 миллионов, а сводено, по-моему, пока от миллионов 90. Мы в этом году выделили, мы просто реально выделяли проект. Если вы выделили в апреле, вы просто физически не убили, сделаете проект. Конечно, в бюджете следующего года все выделения, которые есть, вот такие участки групповые, 17, 20, 30, Новый Луцк, все в бюджете следующего года учтены на проектные работы. За администрацию проект мы делать точно не будем и строить мы точно не будем. Мы готовы пооперативно, мы свои обязательства выполним. Поэтому, как только нам представят проект, если успеют до конца года представить, на следующий год, значит, на следующий год мы выделим деньги на строительство дороги, на регенерацию. Все, вот вопросов нет. Формирование, получение денег из бюджета. Я приведу один простой пример. Он такой для меня был, с одной стороны, поучителем, а с другой стороны, я рассчитываю, что теперь я на него отвечу, населению. Есть такой населенный пункт Новодевяткин, где активно идет жилищное строительство. Там, к сожалению, люди в основном не наши жители, а приезжие, но приезжают, покупают жилищное. И я с ними в прошлом году встречался в начале года. Они говорят, вот, Александр Ильич, у нас школа работает в Весене, нам нужна школа. Я говорю, хорошо, в Новодевяткино будет школа. Развернулся, ушел, тут дал команду, значит, подчиненным, что выделяйте земельный участок, делайте изыскания, делайте проект. Проект должен пойти в экспертизу, подбираем подрядчика. Подрядчик должен школу строить. Ну, понимаете, да? Прошло полгода, в адрес президента уходит письмо, следующее содержание. Вот у нас был полгода назад губернатор, он пообещал новую школу, прошло полгода, новой школы нет. Но я точно знаю, чем в этом году ответить. Мы с Михаилом Ивановичем 1 сентября заедем туда в Новодевяткино. Там уже идут нулевые циклы строительства школы. Но мы там заедем, посмотрим, как эта стройка идет. То есть школа строится, есть компания ЦДС, которая уже, так, Михаил Иванович, да? Да, и он ее строит. Но нужно время, было на время, что участок, техдокументация, проект. Проект должен пройти экспертизу и так далее. И я хочу сказать, что любое финансирование реальных вещей происходит не тогда, когда губернатор сказал, будет плавать в бассейн Ки-10. Он все равно появится только тогда, когда будет участок оформлен, поставлен на кадастовый учет. По этому участку получены тех условия. Под эти тех условия, в судном тех условии будет сделан проект. Проект пойдет экспертизу. И потом уже под стройку через конкурс будут вынебрения. Но другого ничего не возможно, потому что есть все эти пути, и мы все равно их должны пройти. Поэтому, Виктор Иванович, оперативно готовьте. Дорогу и мелиорацию надо сделать. Как минимум, а дальше уже там и остальные инженерные сети. То есть по УЖД-переходу, то есть, ну, в связи с очень наболевшей, в связи с летальными происходами, которые там происходят, в связи с тем, что до сих пор мы, то есть, ломаем свои ноги, мучаем людей от колясок, то есть под дождем, подходя, вот эти 700 метров в другую сторону, чтобы подойти к городу или там буквально на автостанцию, да? То есть, спасибо, что вы как бы нас успокоили, что в 2016 году все-таки запланируемо строительство Толмаска. Но так как вы сегодня будете общаться с главой УЖД, то есть Белозером, да, можно ли походотайствовать с нашей стороны и о возрождении старого перехода, который просто-напросто разобран и реализовали. Будут присутствовать на беседе, чтобы они выделили технических специалистов и посмотрели, что им проще. Реставрация сейчас, потратив деньги, отреставрировать старый переход, его достаточно быстро, потому что у нас открылся в Гатчине, почему просто сейчас можно выстроить? У нас в Гатчине присутствовал в то ли июне, то ли начале июля, не помню же сейчас, на открытии завода, его открыл завод, группа компаний РСР, который делает готовые марши для наземных переходов и мостов. То есть фактически наземный переход можно собирать как конструктор из готовых, ну вот, как Санин-то тоже был, из готовых железобетонных конструкций. И мне кажется, что надо посмотреть, они оценивают, конечно, но чтобы они все-таки начали уже строить нормальный наземный переход. Мне часто задается вопрос, почему мы не строим, не имеем права. Дело в том, что вы знаете, что такое полоса отвода железной дороги. Все, что над рельсами, еще по 50 метров сбоку от рельс, это территория железной дороги. И мы, бюджет, имеем право не проектировать, не тратить деньги, так сказать, на строительство этих пешеходных переходов. Я сегодня серьезный вопрос буду задавать, вот протокол. Виктор Ильич, потом через напрямую или через газету вам более подробную информацию просто. Следующему мы готовы все сделать. Новый, который сейчас работают. Потому что наша задача, местная власть, обеспечить подход к переходу. Это не проблема. Это не проблема. К сожалению, на данный момент люди так и продолжают передвигаться по старому переходу. То есть опять же, есть риск попасть детям под поезд и так далее. То есть ничего не изменилось. Когда я голову в кисок засунул от проблемы, кажется, что тебя не видно. Извини меня, попуты. У нас уже, к сожалению, страдают тысячи человеки. И просто это мы дети самые основные. Я говорю, что стариками. Я в курсе, и мне на почту приходили обращения, и администрация вопрос поднимала. На сегодняшний день все пожелания и предложения по восстановлению пешеходного перехода, старого пешеходного перехода, который сложился уже давно, и действительно, не все всем пользовались. К сожалению, они и сейчас им пользуются, и пенсионеры через ту изгодь перелезают. Сейчас мяч на стороне железной дороги. Вот вы будете разговаривать? Там есть свое письмо со всеми материалами. Все, и все, и все. Понимаете, сейчас есть вот... А я ходил по нему, когда же в Киндисипе, когда просто идешь по переходу, но по рельсам. То есть ни под землей, ни над землей. Сегодня никто не разрешит его после ремонта запустить в эксплуатацию. Его даже если дорога может отремонтировать, она может его отремонтировать нелегально. Он не соответствует требованиям безопасности. По требованиям безопасности это правильно. Переход через железную дорогу должен быть либо наземный, либо подземный. Но не по рельсам. Это запрещено. Поэтому вот они заняли позу страуса, но мы сегодня будем говорить, чтобы они строили современный, наземный, потому что там подземный слой сложнее будет. Переход. И поверьте, что вряд ли мы убедим белозеров открыть... Я просто честно говорю, это не реальный переход. Чтобы они не возьмут на себя близость, но вы поймите, что следующий несчастный случай, и они же понимают, кто-то из них полетит с работы, там заставят подписать разрешение. Ну человек умрет там за столом, вместе с этой ручкой, значит, погибнет. Но точно не поставят свою подпись. Таких бесстрашных чиновников не так много, к сожалению. А могут и к счастью. Акционерно-руссийский железный дороги. Первый вопрос, который поднимем, это строительство наземных, подземных, пешеходных переходов. Потому что ситуация такая не только, к сожалению, в Кингисеппе. У нас в целом, я сказал, два раза интенсивность движения поездов возросла. И сегодня везде эти проблемы, и в Гатчинском районе, и у наших соседей в Волосо, но там хоть проще, там есть подземные переходы, его просто отремонтировать нужно. Там в ужасном состоянии, там течет, фонари не работают, там внизу лужи, а значит, вот это все равно хоть легче. Поэтому будем этот вопрос поднимать. Хотя бы кто-то из представителей жителей, чтобы присутствовать. Обязательно. Обязательно. Можно, вот, сейчас Александр Иванович в курсе, мы работаем, да? Есть контакт, мы говорим, что-то, все, 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 все. Огромное спасибо за вашу программу в 70-летие. Нашим старикам, которые живут в своих домах. И Виктору Эвальдовичу огромное спасибо, он очень эффективно сработал. Ремонт дома ей сделали. Ну, конечно, это не по вашей вине дом большущий, хватило на пол дома. Но оперативно сработали, сделали. Ну, даем сумму, там, если одинокие проживают, ветеран, то 275 тысяч, если двое проживают, то 335 тысяч. Но вот одинокие, 275 тысяч, конечно, не всегда хватает этих денег, если дом запущен. Кто-то из богатеньких, Виктор Иванович, в Уфе, там очень много, это, 23 сотки у нее. Ей бы дали одну, однокомнатную на первом этаже, если есть такие свободные. Мы решаем такой вопрос, проживая в частном доме, и ему трудно дом содержать. Неблагоустроенный. А где дом неблагоустроенный, мы предлагаем, он дом отписывает в пользу муниципалитетов, помогает муниципалитету купить отдельную квартиру. Если дом частный, то квартира с правом приватизации, делается договор мены. Если дом, например, муниципальный, то и квартира, так сказать, по договору, ну, уже не договор мены, а просто муниципальная квартира. Постановление издали, выделили денежки на улучшение жилищных условий персонально. Персонально, проблему закрыли. Я могу еще тут ряд фамилий назвать, кому мы за эти годы персонально помогали, так сказать, вот в сложных условиях, улучшать жилье. Поэтому здесь тоже решил, но при этом она должна понимать, потому что есть же сложные ситуации. Пришел один ветеран, у меня не так давно была история. Я готов, значит, свой дом отписать, государство, дайте мне однокомнатную квартиру, ну, тяжело, дрова, туалет на улице, значит, колодец, мне тут уже и ведро не поднять. Мы начали готовить договор мены, и тут вдруг откуда не возьмись родственники. Мы против, мы вот, а когда оказалось, что он прописал там в доме одного из родственников, и тут вдруг нет, я против, вот вы ему давайте, как хотите, квартиру давайте, а мы без мены. Они уже там планы построили, что они с этим домом, с участком будут делать. Такие тоже случаи. Обеспечили жилье всех ветеранов. Вот сейчас у нас опять появилось два ветерана, которым необходимо жилье, по-моему, так, да, Виктор Ильич? А ну, это те, кто вновь встали, вновь приезжали, да, вновь призывали. А так вот мы только за, перед 9 мая 36 квартир, да, достаточно активно, активно работаем. Ну, решим этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова